итак ребят мои комрады с кем я регулярно копаю они вынуждены были меня заставить записать вам вот небольшое интервью по поводу того что происходит у меня в комментариях под видео практически под каждыми критики очень много говорят что я много разговариваю говорят что мы в эфире пьянство ребят такая вкусняшка чистое изготовление серёгиной мамы так что мама большой привет если ты нас смотришь мы твою настройку пробуем ху ну вздрогнем самое главное ребята в таких условиях когда морозы нужно для согрева принимать так что ребята ваше здоровье ой ребята сколько градусов ты тут ребята сколько градусов машину можно заправить мать моя женщина ребята а я еще знаете думал настройка у меня до сих пор живет здесь ребята о да мама респект и жучка хочу закуску не достали мне до сих пор надо что-то есть но согрелся быстро бодрячок даже проснулся ребята о класс говорят что мы много ругаемся но настоящий комрад нас должен понять то что мы копаем в очень тяжелых ситуациях в очень сложные вот погодный условиях каждый меня наверно поймет кто копал в таких условиях в данном случае вы вначале видели что мы трижды откапывали ниву третий раз него нас откапывается ежки год затем километров наверно 35 шли по сугробам добраться до шумфа и так ребята двигаемся мы к месту шумфа пацаны позади меня идут в общем преодолеваем такие сложности чтоб добраться место раскопок время уже 12 часов ребят представляете 12 на ногах мы с 5 часов и до сих пор не копнули земельку вообще ни грамма надеюсь находки хоть будут не зря столько и сил отдали на ту самую дорогу чтобы приехать ковырялись на шурфе порядка полтора часа чтобы выкопать маленькую ямку мы как бы уже находимся на месте раскопа час полтора и вот смотрите какой объем мы всего-навсего сделали за полтора часа вот вот и все на этом сигналов нет мы вернулись и вот сейчас мы находимся в доме надежде хоть одну монету поднять и вы нас критикуете что мы такие что мы такие сяки бывают такие что говорят что мы подкладываем монеты да нахрен нам это надо ребят просто у меня как бы это еще более-менее так вот знаете я уже привык критики от своих комментариев подписчиков в основном это конечно же засланцы грубо говоря их называют но ребята кто со мной копает они честно говоря обижаются очень серьезно обижаются тем что считают что мы что якобы подкопали что-то подложили вот но вы в нашей шкуре не были и так что не надо говорить что мы такие плохие сяки я вот свое мнение высказал сейчас мнение выскажет сергей мнение выскажет рустам и у всех как говорится нагорел очень-очень серьезно диванные копатели те кто сидят на жопе в теплых домах попивая коньячок венцоп и в ко нашей шкуре никогда не были может быть подумать что мы больные да мы больные своим делом и очень любим свое дело и тем самым я не знаю это проявляется настоящее качество кладоискателя кто ищет тот всегда находит и мы ребят я вас уверяю мы найдем мы сейчас находимся в деревне где были подняты и рубли серебряные и золотые так что нам тоже улыбнется судьба и мы найдем то самое золото серебро где вы снова будете писать что это все подброшено да хрен вам ребята я в своей жизни ни одного золотого не поднял за мою карьеру всего был одни от поднят один рубль александра и один фальшивый рубль николая который вы недавно видали на шурфе именно с этими комрадами мы этот рубль подняли сейчас вышло у нас смотрите что смотрите что пробитый правда зараза но это рубль он конечно не знаю что за сохран такой но это рубль и ребята это рубль однозначно в остальном ребят ничего особенного у несколько кладов но они мелкие ничего особенного и их тоже критикуют что якобы я их подбросил на хрен нет надо я свое мнение высказал сейчас мнение сереги рустама у которых тоже наверно очень серьезно горела ладно говорят много болтаю прекращу болтать теперь передаю борозды правления с моим комрадом дамы господа я по понятным причинам не показываю свое лицо очень культурно общаюсь всегда с вами всегда приветствую поздравления мои вам всем надеюсь меня слышно ветра здесь нету но хотел записать когда мы шли вот эти все вот 35 километров пешочком покопали отдышались это видео специально для вас ни в одном видео здесь не было ничего как некоторые говорят подложено подкопа но еще что то здесь снимается только то что мы подняли всегда далее вам еще хочу сказать ребята говорите что больные больные мы своим делом мы отдыхаем таким образом кого-то вот завлекает рыбалка охота да вот это все отходит порой но это все завлекательно нашел и радуешься как ребенок а ребята ну что смотрите чё ребята смотрите чё откопал я думал обломок а это целой сложно смотрите целый есть осторожно нет откисать не то откиса ребят это створка с двумя тремя она целый он целый офиг опа смотрите а есть этот складе буквально сто лет никто не открывал я первый кто открыл его ребята нашел и радуешься как ребенок отошел почистил посмотрел для нас это история и я занимаюсь сугубо этим делом для того чтобы сохранить историю и память наших отцов и предков вот сейчас вот слово передаю сергею ну а сейчас ребята свое мнение скажет серёга который в принципе не стесняется он лицо публичное так что ребят всю чистую правду от копателя который в этом году начал впервые заниматься шурфами и именно шурфами зимой и хочу вот чтобы он высказал свое мнение по поводу комментарии которые делают под видео он тоже постоянно находится на стримах общается и пишет комментарии и очень много гадостей слышит и хочу вот задать сергею те же самые вопросы которые рустик только что сказал серёж скажи пожалуйста что ты думаешь о тех диванных копателях которые критикуют нас что мы копаем как дураки употребляем ругаемся и все проще расскажи что думаешь надо их разочек просто с собой наверное взять чтобы они прочувствовали прибыль то особо не какое-то чисто хобби как бы здесь даже найдешь какой-то там 10 копеек то нашли мы какого 33 года но еще счастье полные штаны а по сути то она как бы последний раз машину три куба откопать снега до достать съездить на коп там считая заправить машину там что-то покушать взять туда-сюда какие-то бундирование вещи сами приборы это все они очень не оправдывается как рыбалка и охота все это убыточного меня брат охотник он ездит там они покупают лицензию поезд когда сюда и там мясо выходит 450 рублей на килограмм в принципе вообще не выгодно так что смысл подкидывать вообще никакого нет мысли сегодня даже не найдем ни одной монеты ну да серёж у нас вот честные копы но сейчас большое количество на ю тубе кладов серебра золото что ты думаешь по поводу этих камрада дешевле просто на сайте где-то купить монет каких-то китайских отъехать там нельзя 30-20 километров от города и устроить такую шоу просто который наберет кучу просмотров кучу лайков там и все такое конечно там и знающие люди подобасов тоже немного но вот как люди делают клад там вывеска такая громкая до нашли кучи там монет китайских все у них там просмотров несколько да такие кладоискатели уже называются не камрады не кладоискатели а просто напросто шоумены они делают из своих копов просто шоу и зарабатывают на просмотрах и это это да прежде чем про что-то прокомментировать или что-то там кого-то скажем обкакать вы лучше сто раз подумайте и поставьте себя на это место чтобы сюда даже доехать сколько там уже сил небо лопаты накопались на согласен с тобой себя согласен мы уже на раскоп пришли настолько из грубо говоря изнасилованные что нашуров просто напросто не хватило времени и решили просто напросто знаете прийти вот в такой вот дом и продав и продолжить ребята может быть что-то здесь у нас и получится хотя вряд ли что-то интересное ну хоть одну монетку да хоть одну монетку мы явно найдем сейчас мы что будем делать сейчас вот это вот мы будем убирать потом серега и любитель у нас чердаков серега и залези на чердак который наверху тоже там тоже посмотрим ну надеюсь хоть одна монета выйдет ребят видео конечно у нас показалось не настолько интересным но она ребята честно говоря именно для общения для афиширования насколько сложен путь кладоискателя каждый из нас мог взять по две горсти вот таких монет и здесь накидать до между да между прочим у серёги находки шикарные у него и петры и у него там и 10 13 век он все это мог просто-напросто присыпать и найти ребята было бы просто шикарное видео знаете но мы этого не делаем потому что мы как бы честные камрады которые занимаемся честными копами и хотим показать что копы кладоискатель это не так все просто не так все легко как многие думают новички а и в основном так и думают новые кладоискатели обычные смертные люди которые видят шоу где находит клады что мол найдем мы купим свой первый металлоискатель и у нас сразу все пойдет нет ребята такое нет серёж вот скажи сколько за свое время кладоискательства ты нашел кладов все шесть монет серёга не нашел ни одного клада русь рустик тоже ни одного клада ребята на моей практике было всего несколько находок которые я считаю кладами ну как кладами где больше двадцати-тридцати монет и все ребята примерно ходили прямо метров 15 наверно сбоку от фундамента по верхам считаю вызвало сигналом где-то 23 было там пятнашки двадцатки были николаевские насколько копаешь сергей три года копает и представляете ни одного клада до этого копал забрал он забросил это дело а некоторых кладоискателей блогеров ребята вы наверное видите всех наверное знаете у них практически каждый коп либо клада либо сенсационная находка такое нереально это означает что просто канал фейковый пытается заработать под брошенными находками как это в основном и делается покупается на алиэкспресс или же все-таки покупается на различных барахолках на птичках и потом просто присыпается не верьте тому что вы видите на экранах ютуба может а сейчас чем мы втроем поехали по 1000 примерно где-то обошлось даже чуть больше можно было на три там с половиной тысячи на алиэкспресс накупить монету очень тот же горшок даже горшок с горшок все сложить засыпать залить залить это все водой и потом все это размокнет забетонируется и по весне это раскопать как многие делают видно и часто вы видите да в грязи находят там всякие клады и это же конечно очень часто даже у топовых блогеров проскакивают видеосюжетах по весне находит грязные монеты в итоге оказывается они просто идеальны но новичок конечно не поймет что подкло подложен клад но старичок все это видит и комментирует ладно давайте да мы отдохнули посидели пообщались сейчас немножко поработаем если чего интересное будет мы конечно вам покажем все у нас по-настоящему так что ребята да рустик говорит спасибо всем дамы и господа за общение надеюсь дослушали до конца наш разговор 0 до мысли вслух но сейчас продолжим ребята здесь вот осуществлять свои поиски ладно до следующей находки а а а а а а а и а а а а а а Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Все, всем пока!